Тема сегодняшнего семинара посвящена довольно сложным женским проблемам, это миома матки и эндометриозу. Хочу сделать небольшую такую вводную часть, которая имеет чисто практическое значение, поскольку именно в такой ситуации могут оказаться многие женщины. Одновременно оба заболевания, эндометриоза, его еще называют в медицинской практике аденомиозом, существовать не могут, совсем разные заболевания. Бывают сочетания, но вы должны прежде всего выяснить, есть ли у данного конкретного человека проявление эндометриоза. Эндометриоз заболевание чем опасно? Медицинскую формулировку мы с вами дадим, как ее понимают медики наши, и вроде бы как обычному человеку выражение аденомиоза и эндометриоза даже как-то в сознании меньше приносит страха, беспокойства, чем выражение миома матки. Должно быть совсем наоборот. Дело в том, что эндометриоз, он стоит вторым, а должен вообще стоять по теории и опасности возникновения этого заболевания первым. Дело в том, что эндометриоз заболевания обычно в представлении обычного человека, это только поражение матки. Не важно какое, сколько там изменений количественных и угрозы кровотечения имеется, но это все преодолимо хирургическим путем, нашим биорезонансом путем. Но нужно помнить о том, что как заболевание эндометриоз это процесс близкий к злокачественному. Не по характеру клеток, а по манере поведения основного процесса. Ведь чем опасен бывает злокачественный процесс? Не только образование злокачественности в какой-то зоне, образование злокачествления клеток, еще и способность метастазировать и распространяться по организму с током крови. Образуются новые очаги и процесс прогрессирует. Так вот, хорошо известно, и вы помните об этом, пожалуйста, что эндометриоз заболевание коварное. Известно не просто повреждение этим процессом, эндометрия матки, отсюда произошло это заболевание. Еще эндометриозные очаги распространяются и поражают слизистую желудка, кишечника и даже легких. Картинка не поместилась, к сожалению, сегодня, но у нас есть даже изображение эндометриозного очага на нижнем веке правого глаза у пациента. Так что вы видите, что заболевание малоприятное. И поэтому, несмотря на весенний период, я хочу предупредить к выражению, а вот у вас тут вот вроде миома, может быть, эндометриоз со стороны гинеколога. Это вещь недопустимая. Вы должны четко знать, что это такое. Миома или эндометриоз. Заболевания разные прогностические. Даже самая большая миома, она менее опасна худенького и небольшого эндометриоза. Кстати, таким он и не бывает, это распространенный процесс. Поэтому помните об этом. И за миомой матки, и за эндометриозом стоит всегда опасность не только излокочисления процесса, то есть развитие каких-то опухолевых истинных процессов, что бывает вообще-то не так часто, к счастью. А за этими процессами стоят такие изменения, как массивная паразитатная инфекция. Об этом сегодня, собственно, будет вся, весь наш вебинар. И, кроме того, это и, конечно, опасность кровотечения. Вот об этом надо всегда помнить. И эти программы использовать. Но, тем не менее, несмотря на такую угрожающую преамбу, разговор мы начнем с тихой, довольной, в общем, хорошо известной всем миомой матки. Что врачи понимают под этим понятием? Ну да, это действительно опухолевидное образование. Условно относится к доброкачественным опухолям. Имеет такой вид узловатых разрастаний, иногда нескольких, множественных в одной и той же матке. По локализации ее по форме и по размерам как раз и классифицируют. Одни растут миомы медленно, другие могут быстро расти и достигать больших размеров. Тут вопрос спорный. Большая миома, маленькая миома, две миомы, три миомы. Так совершенно все равно. Любую миому надо считать недопустимым развитием процессов матки, деградации матки и требовать применения программ соответствующих биорезонансных. Потому что растущая опухоль, она может еще далеко-далеко до процесса озвукочисления в этом узле, но тем не менее она может сдавливать даже крупными размерами соседние органы. Будет что-то вроде такого, знаете, сдали ту ретру, мочевой пузырь, и будет процесс то, о чем мы говорим пациентам, аденомой простаты. Самое главное не допускать задержки мочи. Поэтому никаких проблем миома доставлять не должна. И лечить ее надо сразу, как только вы ее заподозрили или ее сумели доказать. Ультразвуковое исследование сейчас делается легко, доступно почти везде. И в общем никаких таких особых проблем диагностика миомы не вызывает. Но клинически миома имеет свою симптоматику. Хоть и не очень яркую, но долгое время она вообще может протекать. Не как себя, что называется, не визуализируя, не привлекая к себе внимания. Но чаще всего миома как раз и выявляется при профосмотрах у гинеколога. А такие симптомы, как увеличение количества менструальных выделений, практически легкое кровотечение, увеличение размеров действительно и длительности менструации как таковой, должно настораживать женщин молодого возраста, детородного, потому что просто так обильными выделения кровенистые быть не могут. Поэтому действительно кровотечение бывает даже вне рамок менструального цикла. Значительно труднее диагностировать миому у лиц старшего возраста, а у молодых любое выделение.